разминаюсь прыгать с трех ступенях давно не катался здесь на подъезде когда надо готовиться к трюку такой подкат вниз можно щелкать почему-то неудобно здесь делать бэксайд я еще задевай ступеньку в этом все проблем каждую попытку буквально делаю на 90 а если перекручиваю на все 180 задевай колес нет всего паксайда не будет нафиг надо жестоко раз упал тяжелые ступени очень из-за ската из-за того что ты набираешь скорость из-за этого ската а не из-за того что ты отталкиваешься привет друзья вы на канале финскейт меня зовут фернс и мы на споте дом искусств очень классный спот мне он очень нравится это вот прям тот самый стрит о котором я всегда мечтал это просто хороший нормальный гранит по которому приятно комфортно ехать не больно падать и этого гранита просто куча то есть ступеньки граньки перилки и все подобное поэтому катаемся разминаемся я уже покатался несколько трюков сделал со ступенек в общем за мной вот такая грань но она не скользит поэтому будем использовать как дроп просто поле и хочу с нее трешку хотела попробовать треху со ступенек но со ступенек мне неудобно там подъезжать на треху поэтому будем побыть пока отсюда уже чувствую что близко ну вот сейчас все будет я прямо не думал что будет так быстро и так сразу хорошо я думаю будет попытки 34 я буду переделывать будет некрасиво если а сразу вот так вот красиво идеально я просто я доволен а я не навязчиво напоминаю всем кто ставит обычные лайки в конце поставьте их сейчас чтобы не забыть раз все так быстро и хорошо поэтому пробую сейчас флип аут отсюда да я именно тот человек который сделал вначале трех а потом пробует флип аут ау это было больно я последний момент понял что могу не попасть на доску и решил отпрыгнуть но не смог отпрыгнуть от того что нога попала на тейл доска рикошетила мне в ногу это так больно там 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 ну просто жесть а еще вышел в стрит первым же трюком я заезжаю делаю слэпи 50 и падаю на грань и пачкаю свои штаны парафином и ударил ногу потом через какое-то время я ударил колено потом я запрыгивал бэксайд я еще несколько раз ударился я разбил еще спину походу это видео будет называться разбился на скейте в стрите блин реально полгода наверно не катался так что вот до талого и одну ногу разобью и вторую ногу и спину это жесть попробую еще одну попыточку сделать флипа до 2 попытка флипа было конечно хуже чем первая потому что ну немножко ракетой и немножко в сторону шел ну принципе пофиг пойдет плавно сделал кататься с гэпом я точно сегодня больше не буду возможно из-за того что я не катался очень давно я перестал как-то сэйвится и я просто падаю и все могу не руки подставить не доску откинуть вот здесь у меня прямо жесть у меня прям шишка она и ссадиной и прям шишка опуши но сейчас уже немного отпускает прям на мышцы хочу сейчас попробовать менуалы по вот этому менуал паду внизу не думал что сделаю это со второго раза тяжелый менуал потому что без скорости его держать на минимальных ходах учитывая что здесь просто маленькая горка вниз тяжело как же я устал вот из-за этой кровы сам придумаю что-то потом страдали и пытаюсь это много-много попыток мне стало интересным возможно ли здесь сделать 50 и сойти на смит на этом пожалуй все больше падать я не хочу теперь еще и руку выбил как-то теперь рука побаливает и кисти сама может быть сегодня просто не мой день пишите в комментариях хотя покатался довольно классно трешку сделал вот на сегодня все спасибо за просмотр переносимся в завтрашний день привет решил тут снять челлендж 100 дней учил один трюк и этот трюк свитч треха я ее умею я научился года два назад но она супер нестабильная потому что сложно крутится и я ее никогда не делаю то есть иногда вспоминаю думал такой о надо сделать свитч 3 и потом на месяц забываний вот я прошу попытку сделал столько снимал и помешали что-то что-то Но сменнул, но ли флиппал? Я всегда мечтал сделать этот трюк, а сейчас пришел на спор, Тони, касатка его пытается. И думаю, надо тоже попытаться, я всегда хотел его сделать, всегда хотел научиться. Я его начал учиться и пытаться, пытаться, пытаться. Потихоньку научился ездить на мэнуэле, потихоньку понял, как щелкать с мэнуэла, потихоньку понял, как приседать на мэнуэле, и потихоньку понял, как вытягивать на мэнуэле. Но этот трюк меня помучил знатно, и Тони тоже. И мы весь день пытались этот трюк, и было просто миллион попыток. Вот такие две попытки я сделал. Теперь надо стабилить, а потом перетягивать этот трюк уже на мэнлпаде пытаться делать. А я напоминаю вам, что нужно поставить лайк на видос и подписаться на канал. Тем самым вы поддержите меня и мой прогресс и мой канал. Мы сегодня находимся на куржской косе «Танцующий лес». Сейчас посмотрим так в двух словах, в двух кадрах, как это все выглядит. Сосновый лес. Вдоль этого леса проходят вот такие экотропы, по которым можно ходить и с маршрута сходить здесь нельзя. Фишка этих деревьев, что они вот такие все какие-то необычно закрученные. Именно на этом километре начали сосны завиваться, вот как здесь на этой сосне, либо вон на той сосне. Есть несколько разных версий, почему именно так произошло. По одной из версий здесь раньше была химическая подземная лаборатория и была утечка горчичного газа. И из-за этого почва отравилась и деревья начали расти вот именно таким образом. Взяли пробы грунта и эта версия не подтвердилась. Самая популярная версия, в которую экологи поверили больше всего, то здесь обитает бабочка, гусеница которой съедала главную почку на дереве. И дерево росло из вторичной почки, и за счет этого в свое время сформировался такой неправильный рост у дерева. А сейчас мы добрались до высоты эфа. Это нижняя точка, сейчас можно еще подняться к верхней обзорной площадке посмотреть. Вот такие вот дюны, вид на дюны, на пески, которые остановились и все.